Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в субботу Святая Церковь совершает память преподобного и богоносного отца нашего Сергия Игумена Радонежского и всей России Чудотворца, а также преподобномученец Великой Княгини Ирисоветы и Иннокене Варвары, посвящая святым особые евангельские чтения. Мы же с вами рассмотрим положенное по уставу рядовой евангельское зачало от Матфея, глава 9, стихи с 18 по 26. Послушаем это Евангелие в прочтении отца Александра. Во время она, князь некий, пришед ко Иисусу, кланяшесы ему глаголя, «Ягодщи моя ныне умре, но пришед возложи на ню руку твою и оживет, и восстав Иисус по нем, идя и ученицы Его, и сеже на кровоточива два на десяти лет, приступальшись сзади, прикоснусь и воскрылью ризы Его, глаголоши бы в себе, а щитокма прикоснусь и ризе Его спасено буду». Иисус же ображься, и, видев Юриче, дерзая, дщи, вера твоя спасетя, и спасена быть жена от часа того. И пришед Иисус в дом княж, и, видев собцы, и народ молвешь глагола им, «От идите, не умре, бо девица, но спит, и ругаху сему, егда же изгнан бысь народ, вшет ятью за руку, и восста девица, и изы дивессия по всей земли той». Прочитаем вместе этот текст в русском переводе. «Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь, ему говорил, «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе, «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». И Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал, «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им, «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала, и разнесся слух о всем по всей земле той». После того, как Спаситель ответил на обличение учеников Иоанна Крестителей и фарисеев, к нему подошел начальник синагоги по имени Иаир, чья единственная дочь была при смерти. Иаир, слыша о многих чудесах, совершенных Господом, обратился к нему со словами, «Дочь моя теперь умирает, но прийди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». Когда же Господь направился вместе с учениками к дому Иаира, то некая женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Болезнь-то не только подрывала ее здоровье, но и лишала ее возможности посещать богослужения, пребывать в компании знакомых и друзей, так как в глазах закона она была нечистой. По закону Моисея, женщина, страдавшая такой болезнью, считалась нечистой и не должна была никому прикасаться. Но эта несчастная женщина имела настолько горячую веру, что говорила себе, «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Святитель Иоанн Затауст пишет, «Призвать Христа в свой дом она не осмелилась, хотя была и богата. Она даже не дерзнула явно, и приступить к нему, но тайно с верою прикоснулась к одежде его. Она не сомневалась и не говорила сама в себе, исцелюсь ли я от болезни или нет, но приступила с твердой уверенностью, что получит исцеление». Спаситель, желая показать, что если бы женщина не имела веры, то не получила бы, и благодати сказал, «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». И в тот же час женщина стала здорова. Тем временем Господь с учениками продолжал свой путь к дому Иаира. И когда пришел в дом начальника и увидел свирельщиков, и народ в смятении сказал им, «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». В маленьком городке, где все знают друг друга, знают и о том, что делается у соседей. Поэтому о смерти девочки узнали быстро. И как только узнали, то появились свирельщики и народ, которые, как это и было принято, начали перечислять заслуги добродетели умершей, чтобы побудить близких к еще большему плачу и скорби. Именно эти, лошади цемерия, вызвали негодование Христа, который верил удалиться всем присутствующим. Александр Павлович Лопухин отмечает, «Этими словами Господь выражает общеизраильское представление о смерти. Смерти, как бы говорит он, собственно, нет. Душа человека бессмертна и со временем должна соединиться с телом, которое она оставила. Поэтому состояние умершего похоже на сон». Действительная смерть девицы была столь очевидна для окружающих, что они принялись смеяться над Спасителем. Но когда народ был выслан, он, войдя, взял ее за руки и девица встала. Своим поступком Господь подает нам замечательный пример. Спаситель, оставив все, чем был занят, в сию же минуту отзывается на нужду и душевные страдания кровоточивой женщины и Иаира. Митрополит Антоний Сурожский как-то сказал, «Спаситель нам в одном месте Евангелие говорит, «Я вам дал пример, чтобы вы следовали ему». Вот этот первый пример. Встретил нужду, услышал крик душевной боли, узнал о ней – иди. Оставив все, чем ты занят ради себя, разговор, чтение, отдых, самое как будто нужное, ведь если ты нужен кому-то – иди. Нам же следует идти на помощь страждущим, нуждающимся в нашей помощи или даже умирающим душой, призывая на помощь Христа, с молитвой в сердце и на устах. Сегодняшнее евангельское чтение, дорогие братья и сестры, является гимном веры, свидетельствующим о том, что в трудные минуты жизни мы не должны отчаиваться, но лишь возносить усердную молитву и надеяться на то, что Господь по вере нашей даст нам просимое, потому что благодатная вера является великой силой, соединяющей человека с Богом. Чтобы получить такой дар веры, нужно стараться в своей жизни угождать только Богу, исполняя Его волю и заповеди. Выступая так, мы будем чувствовать, как Спаситель входит в нашу жизнь и действует в ней, творя чудеса по нашим молитвам. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! Продолжение следует...